Делаем с вами пакинг! Парк моих автомобилей пополняется! Ситуация у меня не выходит из головы, я не могла просто проехать. На всякий случай включила камеру, то ли люди инициируют такие ситуации. Надо во все оба глядеть сейчас. Привет! В этом видео я поделюсь с вами своей настоящей насыщенной жизнью, а также поделюсь мотивацией. Вместе с вами сейчас пойдем на тренировку! Я уже очень неплохо похудела и подкачалась. Все в первую очередь благодаря ограничениям в питании, к сожалению. Ну и спорт добавляет свои коррективы. После тренировки у меня всегда спортивный массаж. Из-за того, что я постоянно мерзну, так как у меня низковат гемоглобин, мне вот сюда вот пригнали такой обогреватель. После тренировки я заехала в салон, чтобы обновить маникюр. Вот такой вот у меня цвет. Он взят с вот этой вот фотографии. Я сейчас буду делать, как вы думаете, какой? Этот же. Да. У меня на самом деле есть причина, почему я буду этот же цвет выбирать. Ну, потому что я там снимаю определенное одно видео, которое долго снимаю, но мне нужно, чтобы я с одним и тем же маникюром была. Кстати, ребят, вот это вот на мне не мой воротничок какой-то, это плюшевый, это греющий такой, греющий воротничок. Он горячий, он горячий. Он чем наполнен? Это секрет. А, секрет этот? Ну, короче, каким-то, наверное, крупой какой-то, судя по ощущениям. Приколожение, что греющий. Греющий, вы думаете? Пахнет греющий. Так, так, так. Так, лапка есть, рулет с маком, халва, кокосовое печенье. А вы все-все этажерку оставляйте, да-да-да. Вроде не скромничайте. Спасибо большое. Надо все просмотреть, продумать. Это процесс небыстрый. Ребят, смотрите, откройте, покажете, у Приве появился скраб. Жаль, аромат не передать. Ну, все, ребят, я уже помыла голову. Сейчас ко мне придет мой стилист и мой визажист. И мы будем собираться на очень красивое мероприятие. Дресс-код, коктейль. В общем, посмотрите, как в итоге я буду выглядеть. Сколько у меня новых волос из-за приорина. Кстати, сейчас я вам покажу, что купила в Приве. Капли отбеливающие для глаз. Чтобы белочек был вот этот вот такой белый, сияющий. Чтобы взгляд был неуставшим. И мои самые любимые маски. Вот просто делайте скриншоты. Они супер. Не знаю, они как-то выравнивают, борются со всеми незавершенствами. Коих у меня много. Сейчас я вам покажу. Только не пугайтесь, обещайте. Вот вроде все нормально. Но. Парам-пам-пам. Вот видите. Высыпание вот здесь, вот с этой стороны. Вот, смотрите, мой стилист Сашулька беременна. С голым животом, идиот. Смотрите, с кофром. Сейчас скажем Саше, что она должна была всем нам подготовить образы, чтобы она испугалась. Наверное, беременна. Можно ли так пугать беременна? Это в лоб вам ноги один. Да ладно, Саша, посидеть и лезь в один лоб. А что там, читай, я в прозрачном легком пойду. Саша, покажи пузико. Скажи, какой месяц. Ну, хигеть. Какой вопрос? Саша не знает. Ну, подожди, я знаю, что в Новый год произойдет чудо. И ты знаешь, что девочка? Да, я узнала этого. Когда? Неделю назад. Самое, что интересно, я когда-то просто загадала в Новый год ребеночка. И теперь каждый год прожаю. Как остановить этот процесс? Саша, показывай, что ты привезла. Готовы? Да, мы все тут готовы. Все предпушители есть. Чтобы понять, какой макияж. Мы издеваемся над беременней женщиной. Это ультрамодные тукли с вытянутым носком. Тут еще такие прорези, как, знаешь, а-ля Тири Мюглер. Обязательно должны быть, потому что по задумке... Сейчас я покажу вот эту классную вещь. На тебе сегодня будут... Будут... Прозрачные. Прозрачные брюки. Они будут вот с таким классным жакетом, у которого очень структурные плечи. И из сетки рукава. Поэтому будет вместе перекликаться вот эта вся прозрачность, которая сейчас в мега-тренде. Далее я взяла тебе очаровательное платьице, которое кто-то даже сможет сейчас приобрести в зналаемом магазинчике. Дивайдет, ребята, H&M. Классное платье. И, кстати, с жакетом... Брюки Шанел у нас. А вот пиджак, что за бренд? Брюки Шанель. Жакет у нас Addicted. Поддерживаем импортное замещение. Вот такой у нас Версачи в стиле 2000-х комбинезон. Хочется тебе его примерить. Твой персональный заказ пришел. Это самая свежая коллекция, которой нету в России. Тем более и не везде есть магазины, даже за границей. Это вот такими ребрами и живанши. Очень крутые. Давай, на себя примерим. Они, кстати, из мужской коллекции, но на сайте они выставлены как унисекс и показаны на мужской модели и на женский. Ну и самое красивое и наше стопочное любимое. Это аксессуары всегда. Любимое. Спрятано вот здесь в карманчиках. Потому что тренд на 2000-е, он также не только в обуви и в одежде, он также в аксессуарах. Это браслеты, которые вы наверняка помните. Вот эти крупные, мощные. Здесь еще Blue Marine, сам бренд из 2000-х сейчас мега актуален. Далее. Это, конечно, браслеты, которые опять вернулись из пластика крупные. Это у нас Шанель. Все сами видите. Ну и серьги. Это крупные кольца. Сейчас мог бы быть здесь фокус, да? Ну, можно, кстати, сделать. Ваня. 2000-е самые гигантского размера, которые могут быть. И мои волшебные мешочки, которые все время приезжают. Живанши, крупные серьги. И кафы. Хочу, чтобы все твое ухо было в кафах. Ну вот, сейчас будем собирать. Света, ты мне больше их после мегиажда соединяться. Да, я жду. Я просто люблю кафы, люблю кольца. Сашуль, должно быть очень красиво. Ждем вечера, все сейчас меня увидите. О, да. Шок-контент. Так мы еще не видели, что парили вещи. Яна, кажется, всегда так парит. Яна, мастер-класс, пожалуйста. Так зачем поднимать тяжелый отпариватель, возить его, когда можно вещи вот так вот раз, два, два, два? Значит, это я только, да, силачка? И все идеально, ровно, просто. Офигеть. Реально работает. Ты еще только этот лайфхак узнала? Это Яна сейчас свой отпариватель заказала из дома, его привезли доставкой и быстро отпарила брюки. Представляете? Потому что мой отпариватель, он присоединен к доске Милле, и он 15 минут нагревается, а потом непонятно, как им пользоваться. Никто не умеет. Вот Наталья умеет, а еще не нет. Так, а стилисту новое задание. Научиться. Так, ребят, здесь легендарный предмет, о котором сейчас мечтают очень многие. Будем сейчас тестить. Это так мы снимаем рекламу сегодня, ребят. Шикарная у нас сегодня интеграция. Интересно. Ну что же, рассказываю вам, куда мы едем. А едем мы на ужин в Фуде, в Гранд Отель Европы. Я вам сейчас расскажу, что это. Вы знаете, что Санкт-Петербург является гастрономической столицей России. И в этом году, как и в прошлом, и позапрошлом, для меня это большая честь, я являюсь членом жюри. Премия «Что, где есть» в Петербурге. И сегодня мы будем выбирать лучший ресторан, лучшие блюда в различных категориях, лучших поваров, кондитеров. Я в этой теме, как вы знаете, сильна. Вы видите, что мы часто достаточно ужинаем в ресторанах. Поэтому у меня есть свое четкое мнение по этому вопросу. Так что буду голосовать сегодня. И будет невероятно красивый ужин. И красивый Питер посмотреть. Спасибо за просмотр! Все, ребят, мы уже дома. Что тут за хвостик? Что тут за хвостик? Так, пакеты с вещами от Байера пришли, сейчас буду мерить. Что за хвостик тут? У меня рабочий день в разгаре, я готова к съемкам, сейчас расскажу, что мы будем снимать. Я, честно говоря, год, наверное, ну ладно, не год, месяца 8 за этой машиной гонялась, а потом эта машина сама меня нашла. Но перед этим вам скажу, что у меня появился новый айфон, это значит, что со следующего видео вы заметите невероятный скачок в качестве. Ну ладно, конечно, этого не будет, но может быть, хотя бы чуть-чуть минимальные какие-то улучшения вы заметите. Обязательно напишите под следующим видео, и следующее видео обязательно просмотрите. Заметите ли вы разницу? Значит, что мы сегодня едем снимать? Это просто можно сказать Rolls-Royce, но такой азиатский. Называется машина Хон Чи, очень сложное звание, и HS9, но я все выучила, все выучила. Осталось ее только увидеть. В общем, эта машина привлекает внимание на дорогах, поверьте, больше, чем Rolls-Royce. И, кстати, дизайнер этой машины как раз-таки ушел из Rolls-Royce и сделал эту машину. Все, поехали смотреть, делать обзор. Представляете, эти машины закупила полиция Эмиратов. А еще она настолько яркая, настолько редкая, что вот реально, если увидеть эту машину, я однажды ее видела на конюшной, как сейчас помню, то все внимание к ней. И люди прям останавливаются, все фоткают ее. И поэтому обязательно смотрите обзор, потому что, когда вы ее увидите, вы поймете, что у всех вокруг вопрос, что это за машина такая. А вы-то уже знаете, что это Хон Чи и HS9. Продолжаю вспоминать название. Это не Rolls-Royce, как, возможно, кто-то из вас мог подумать. Это китайский электрокар Хон Чи. Но почему он так похож на Rolls-Royce? Потому что нарисовал его дизайнер Rolls-Royce. Вот так получилось. Хон Чи из китайского это красный флаг, поэтому эта линия проходит вот прям насквозь, через весь автомобиль. Ручка здесь, как в Maybach, выдвигается. Кстати, ребят, во всем салоне аж целых 8 экранов, посмотрите. Это, кстати, тоже экран. Вообще, когда мы изучали этот автомобиль, мы выяснили, что стоит он в районе 15 миллионов. Но мы сейчас у ребят спросили, они сказали, что продают эти машины примерно от 8 миллионов. Тоже зависит от комплектации. Есть там на 4 места, есть на 6 мест. Салон выглядит, конечно, максимально люксово. Здесь и алькантара, и кожа. Единственный минус, что дерево не настоящее. Ребят, кстати, обратите внимание, здесь вот есть такой экран. Он следит за вами во время движения. И если вы устали и начали, например, часто моргать, он вам об этом сигнализирует. Еще мы делали огромное количество обзоров автомобилей. Я, конечно, уже вижу, какой здесь вайп. Вот эти вот задние накладки передних сидений, вот эти вот подушечки, прострочки. Это, конечно же, все вайп нового Maybach. Прям очень схожая линия. Также здесь все хвалят массаж сидений. Говорят, что он более мощный, чем в Maybach, чем в том же Rolls-Royce, как бы, Bentley и так далее. То есть такой прям настоящий. Мы выбрали массаж. Вот потихонечку изучаем китайский язык, пока машину не перепрограммировали на русский. Массаж здесь, конечно, я вам скажу, совершенно не уровня автомобиля. Такой массаж уровня массажного кресла. Очень крутой. Кстати, ребят, вот эти вот полоски не просто элемент экстерьера, а индикатор зарядки. Это же электрокарм, мы с вами помним. Кстати, можно заглянуть сейчас под капот и посмотреть, что же под капотом у машины в 500 лошадиных сил. А здесь, что вы ожидаете увидеть? Что вы ожидаете увидеть? Здесь... А-а-а! Ничего. Ладно, вы ничего не видели. Этого не было. Этого не было. И сейчас я вам бонусом покажу версию на 6 мест. Кстати, Егор сейчас снимает подсъемы. Во время этого обзора вы увидите красивые такие подсъемы. Это делает Егор, который снова любезно, в общем, приехал по нашему зову. Мы сейчас покажем, в чем особенность шестиместная машина. Отличается тем, что можно со второго ряда сидений перейти легким движением ног, рук и туловища на третий ряд. Ребят, все, закончили съемки. Я аж сняла куртку, чтобы быстрее согреться, потому что в машине горячий воздух, руль с подогревом, сиденье такое тепленькое. В общем, сейчас отогреваюсь. Все почему? Потому что забыла поддеть под джинсы колготки. Хотя обычно, вот в прошлом году, позапрошлым, я на съемки всегда колготки под брюки одевала. Но, видите, забыла, потому что и съемок с обзорами автомобиля сейчас меньше. Почему? Потому что, вы знаете, в ТикТоке ограничена функция с выкладкой роликов. Поэтому я сейчас больше увлечена Ютубом. Вот. Я думаю, вы даже и рады. Сейчас хочу сказать, что быстренько по пути домой заеду в ДЛТ и куплю мыло. Потому что у нас сегодня, представляете, дома закончилось мыло, что я мыла руки шампунем. Ну, я думаю, у каждого бывали такие случаи. Также куплю в Мирославе пижамку на Тай Ким, потому что моя подруга Вероника подарила Злате такую пижамку на день рождения. Мне так она понравилась по качеству, потому как она сидит. Видно, что Злате в ней очень удобно. И сейчас я как раз поднимусь на детский этаж и надеюсь, что будет размер и для Мирославы такой. И куплю ей. По поводу телефона я вам быстренько вскользь сказала, что новый телефон у меня, 14-й, сегодня появился. Обычно, знаете, когда только выходил новый айфон, я просто в первый же день покупала его, прям ждала, когда же он у меня появится. Потому что один айфон от другого очень сильно отличались. И всегда был лучше микрофон, всегда была лучше камера. И я прям чувствовала разницу каждый год в плане качества моих влогов. Но этот телефон практически не отличается. Вот когда его купил мой сосед, я посмотрела и увидела, что все-таки, когда приближаешь, приближение как-то лучше работает. И я такая, ну ладно, все-таки микро-разница в качестве есть, поэтому стоит взять. Потому что для меня телефон, как вы знаете, это главный рабочий инструмент. Вот такие дела у меня даже не... Даже уже не один телефон, понимаете. Кстати, этот сегодня телефон на съемках, видите, экран царапало сильно. Микроцарапинки. То ли у меня в кармане в цепочку, то ли, может, Юля дала в карман, или Яни, или, может, Егор, не знаю. Ну, в общем, надо носить защитное стекло обязательно. И почему я ношу, кстати, чехол на своем телефоне первым? Это второй у меня телефон. Это первый, потому что это основной. Почему? Потому что у меня вот что под чехлом. Ла-ла-ла, паутиночка такая. Вот. Но я надела этот чехол, после того как разбила. Ребят, какая в Питере атмосфера, вы посмотрите. Солнышко закатное. Ну все, я в пижамном отделе. Вот, увидела пижамки, которые мне нужны. Осталось выбрать размер и цвет. О, кстати, кошечки. Классно. Может, и Злате вторую еще куплю. В общем, ребят, спустилась за мылом. И тут бальзамы Hermes давно хотела попробовать. Вот они даже с оттеночками легкими такими. А прозрачного нет, да? Прозрачный тоже есть. У нас нет ни в той стороне, в наличии мыслей есть. Ага, ну понятно. Ну я, знаете, не прозрачный возьму, какой-нибудь из этих. И оказывается, в Hermes тут и мыло сразу можно купить. А помада стоит 9600, мыло 8200. Видите, все вам цены, даже говорю. Все прям такой девчачий контент, как вы любите. А вот этот вот аромат ревень, да? Да. Очень популярный. Жаль, вы не можете прочувствовать. В итоге, ребят, я выбирала между вот мандарином и вот этот вот аромат ревень. Думала-думала и поняла, что на первом этаже ванная комната с красными акцентами. Вы помните, там бакара красивая такая, лампа, абажур, в общем, красный. Мне кажется, будет классно смотреться. В общем, как мы, девочки, выбираем ароматы. Совершенно необъяснимым способом. Решили еще попробовать русский бренд. Сейчас возьмем тоже популярный аромат. Выберем. Оказывается, ребята, в этом бренде есть не просто мыло, а с эксфолиантами. Но я выбрала классические варианты. А есть еще с частичками. Поярче или по... что-нибудь посвежее посмотрим? Поярче, потяжелее. Ребят, посмотрите, вот этот вот бренд мне очень нравится. У меня дома вот... Какой мне мы определили, получается? Вот этот вот, по-моему. У вас мятый лимон. Золотой он. Вообще, очень красивый аромат. И я сейчас пополню. В общем, вы понимаете, как я за мылом зашла. Вот они, запасы мыла. Кто мне звонит? Максим. Надо фотку поменять. Все, я вышла на улицу. И уже... Да, давайте. И уже очень... Ой. Сейчас, сфоткай, все вам расскажу. Три, раз, два, три. Я купила и пижампу, и разного вида мыла. В общем, я довольна. Наконец-то сама купила то, чем буду пользоваться. Обычно присылают. О, молодой человек еще решил сфоткать машину. Наверное, бабушка просит деньги. Сейчас надо дать ей какую-нибудь сумму. Не знаю, у меня есть правда или нет. Сейчас посмотрим с вами. О, есть. Давайте дадим. Здравствуйте. Здравствуйте, если можно, помогите. Да, давайте. Наверное, спасибо. Все, хорошего вечера, вам не болейте. Вам всего. Вот просто решила, знаете, поснимать вам что-то. И вокруг столько всего. Сейчас телефон еще с кармана достану. Все. Еду. Видите, как потемнело-то за секунду. А место-то у меня какое? Удачное у входа. Прямо, представляете, повезло. Хотя у нас весь центр в Питере стал платным, поэтому теперь есть парковочные места свободные. Потому что раньше, вы помните, что тут было? Волынский беспредел. Господи, ребят. Женщина просто легла. Просто. Оказалось, что она просто, видимо, под чем-то. Она смеется. И, в общем, очень странно. Это Питер, ребят. Что такое за дорога? Вот я еду по Невскому. И тут вот так вот ребята на перекрестке встали. Все, проехали. Слушайте, просто надо во все оба глядеть сейчас. Все, мы идем с Максимом на ужин. Красота какая. Мой первый прием пищи. А сейчас сколько времени? Надеюсь, что все неправильно идут. Нет, неправильно. Вот сколько. Ребят, знаете, почему мы не выезжаем? Потому что под осенними листиками кое-что находилось, на что Максим наступил. Он сейчас влажными салфетками все это убирает. Ну и вечерок сегодня, я вам скажу. Все влажные салфетки мои забрал. Все. Кто тут дома с ним встречает? Красота какая. Ничего себе, как он реагирует круто. Смотри, Медочи. Еще раз. Давай еще раз. Когда снимаю про уходовые средства, Медок всегда ложится рядом и начинает мыться. М, Медочи. Да-да-да, мы тут про тебя говорим. Хвостиком виляет, все понимает. Тан-тан-таран. Та-та-та-та-та-та. Твоя подушка полностью моя. Что же, давайте мы с Медком вам покажем, что же я сегодня все-таки купила. Да, Медочи? Ластенок, самый любимый. Беги. Скажи, как мне надоело этот свет яркий. Это камера. Ой, все, в дверь кто-то позвонил. Сейчас он убежит. Смотрит, смотрит, смотрит. Ребят. Что я купила? Начнем с мыла для рук Hermes. Сейчас я его открою и отнесу на первый этаж. И покажу вам, как будет смотреться там это мыло, потому что у нас там красные как раз акценты. И вы помните, что я выбрала именно красную упаковку. Эстетика во всем. Внимание к мелочам. Затем мне подарили вот два таких средства. Вот этого бренда, который мне очень нравится. Одно это крем для тела, второе это гель для душа. Спасибо девушке, которая меня узнала. Обращалась ко мне по имени. И потом я поняла, что она меня узнала. И потом она все-таки подарочки приятные сделала. Кто тут хвостиком мажет? Кто тут? Эх, Медочкин. Такс. Похудевшая я. Видите, в какой облегающей одежде. Так, дальше. Вот это вот. Ну да, да, Медочкин. Медочкин, Медочкин. Потом. Вот эта вот помадка Hermes. Она полупрозрачная. Я выбрала самый нежный оттенок. Давайте посмотрим, как она упакована. Такая вот коробочка Hermes. О, как она открывается. Здесь еще пыльничек для помады. Представляете, пыльничек такой. И давайте, как в старые добрые времена. Вот какая красота на магнитике. И давайте нанесем. Мне тут недавно зрительница написала, что Вика, как классно, что ты ничего не делаешь со своим лицом. Есть уже какая-то моральная усталость смотреть на переделанные лица. Хочется, знаете... Не дочка. Маленький жук. Вот, видите, хитрец какой. Вот такой вот он. Она написала мне, что хочется на такое лицо посмотреть, которое не тронуто уколами. И знаете, как я смотрю, например, на Азлату и вижу, что у нее есть кольца Венеры. Смотрю на Азлату и вижу, что когда она поднимает брови, у нее образуются тут морщинки. Я думаю, а что мы-то? Зачем нам бороться с морщинами, если эти морщины есть даже у дед? Я не понимаю, что в них некрасивого, ребята. Я все-таки так наблюдаю и понимаю. Ну а что в них такого плохого, если даже у детей есть? Наоборот, лицо такое живое, становится более детское и молодое. Видите, в чем парадокс? Следующее. Это огромное количество мыла. Вот этот вот бренд мне очень понравился. Обязательно сходите, оцените ароматы. Еще у мыла золотой цвет. Красивый. Как такое жидкое золото. Сейчас постараюсь вам показать. Видите? Видно, видно. Ой, немножко вытекло. Ну ладно. Сегодня вообще вечерок такой, да? Так. И два средства от русского бренда. Ценовая категория примерно такая же, как у Зеленский и Розен. Оформление достаточно минималистичное, симпатичное. Тоже будем пробовать. И сейчас пижамку пойду Мирославе подарю. Посмотрим, подойдет ей или нет. Еще я купила здесь злати носочки с героями время приключений. Пойду девчонкам сейчас дарить. Сюрпризик такой. Вот. А я знаю, что все вопросы ваши будут. Вика, как ты так похудела? Да, я уже с весны похудела почти на 5 килограмм. Причем настолько я разумно, медленно, четко это делаю. Пусть результат долгий, но нет вот этих вот откатов назад. Когда на 3 килограмма похудел, там через 2 недели снова их набрал. То есть это очень медленно, такой правильный подход. И, конечно, честно вам скажу, подход этот основывается на ограничениях в питании. Я почти до идеала дошла для себя. Я знаю, мой идеал на весах какой. Я почти до него дошла. Это может килограмм остался. Но это уже считайте я на финише. Остальное уже именно спорт. Ребят, знаете, что я сейчас поняла? Чтобы перенестись лет на 10 назад, кому-то достаточно просто почувствовать аромат этого времени. Кому-то достаточно просто послушать музыку того времени. А мне, знаете что, достаточно. Просто сесть перед камерой, вот так вот разложить какие-то бьюти-новинки, начать вам их показывать. И самое главное, делать вот так вот рукой. И все. И я, просто Вика из 2012, из 2013, 2014 и так далее. Представляете? Кисточка от Real Techniques. Она продавалась отдельно, не в наборе. Хочу это подчеркнуть. Просто у меня сейчас вот это вот ощущение возникло. Так это необычно. Медочи точно почувствовал это настроение. Да, Медочик? Он как обычно чистится там. Сладкий котик спит в моей кроватке. Твоя подушка полностью моя. Мягкий. Сладкий. Милый обормотик. Ты самый лучший. Наш сладкий медок. Ребят, кстати, хотела вам рассказать. Вы помните, Медочку мы брали у нашего бывшего соседа Евгения. Евгений нашел его просто на помойке, можно сказать. Ну, так и есть. И сейчас к Евгению ходит младшая сестра Медочки. Он ее тоже подкармливает. На крыльце просто ей мисочку уже сделала. Вот она каждый день приходит. И по несколько раз на дню. Может, кто-то захочет взять ее. Если что, пишите Евгению в какую социальную сеть. Как мне ее вам назвать? Вы поняли, какую. В общем, UGCOS 66. Я на него подписана. Можете найти его быстро. Вот, у меня подписчики открыты. И либо в Телеграм мне написать. Не знаю. Ну, в общем, если захотите, то без проблем. Вы знаете, как со мной связаться. Либо моей помощницей написать. Ее телефон, шапка и профиля. В общем, было бы желание, ребят. Ну, она просто вылитый медок, только девочка. А вы знаете, какой медок классный. Просто самый лучший. Самый лучший. Это факт. Все знают, что медок самый лучший. Самый благодарный в мире помощный котенок. Да. Мирослава снимает лайки, да? Мирослава, сегодня все уроки сделала. Тебе подарочек. Уроки все в школе сделала, да. И сняла видео, какие у нее хобби. Сняла видео о своих хобби. Да. Смотри, что там. Посмотрите. Ну, что там? Вот. Скотч. О, пижама! Да! Как у Златы черные, а теперь у тебя есть розовая. Да! Спасибо! Ты рада? Да. Злата, шок! У Златы шок-контент. Это первая одежда, которая розовая. Да, у Мирослава, кстати, пик. Да, моя розовая. Да. Мирослава, будешь мерить? Да. Да, сейчас будет тебе, это тебе, Злата. Там время приключений, в стиле время приключений. Да, сочи летят. Да. Ну как, нравится? Время приключений. Да, ищи. Нашла? Нет, нет. Ну, Злат, это в стиле время приключений. Покажи свое лицо. Ну, это похоже на персонажа. Да, похоже, да, на персонажа? Вот это вот. Подходят хорошие, тоже розовенькие. Кстати, тоже розовенькие, да? Они зато разночетные. Можно играть с ними в цвета. Да, у нас есть игра цвета. Знаешь, там... Это игру, ребят, я придумала цвета. Это супер игра. Нет, это не ты. Она в ладу тебя придумала, а ты сама решила придумать. Ты думала... Я думала, что это я придумала. Да, сама ты придумала. Но эта игра существовала раньше. Это цвета в цвета. Давайте сыграем цвета сегодня. Мне очень понравился подарок. Маленький зато. Скромненький. Мало места занимает. Когда у меня там много одежды, я хоть рада, что он маленький. Да? А то было громадное платье. Ну, вообще, Злата мне сегодня, кстати, жалует, что у нее не хватает вешалок. Да? И Злата тоже, кстати. У нее тоже не хватает вешалок. Потому что все... Все, сейчас я сниму видео. Ну как вам, ребята, пижамка? Да. Да, да. Пламинка в мою очень сильно хватит. Очень классная. Покажи спинку, пожалуйста. Очень классная. Кстати, ребят, смотрите, что это у нас в ванне. Вот как раз сюда мы ставим запасы мыла и шампуней. Вот, видите? Заполнила некоторые. Надо было даже побольше купить. На самом деле мелочь, а приятно. Дома всегда уютно так. По-домашнему. Классно. Кексик тут. Эх, красота. Я просто сегодня супер-хозяюшка. Смотрите, как красиво. Я знала, что это будет сочетаться. Получается? Она не надавливается. Я надавливаюсь, она не идет. Надо еще. Наверное, пару. О-о-о. А почему она не красная? От синий аромат. Это в пределах чего? Семь. В пределах чего? Семь? Да. Ну ладно, в пределах семи. Семь, семь, семь. Да? Ну хорошо. Сейчас попробуем, посмотрим, как она отмывает. Ты бы сейчас купила. Да, давай. Ты татуировку смываешь? Да, что-то я думаю, это мыло Hermes изысканное не для этого предназначено. Можно так тату снять. Да, прям ногтями, да? Да. Ага. Ой, я не могу на это смотреть, Ладно. Не, не, не. О, хорошо снивает. Да? Хорошо? Ну вообще. Да. В общем, ребят, татуировки приводные смывает отлично. Рекомендуем. Вот, все, все, все. Видите, у меня тут была. Никто не наставлял. Вот, все. Все, видите? Давайте я вам расскажу все-таки, что случилось на проезжей части сегодня, потому что эта ситуация у меня не выходит из головы. Я ехала по Невскому проспекту и увидела, что вот прям посередине Невского проспекта стоит девушка. Просто она ни с того ни с сего начала ложиться. Вот прям на моих глазах она стоит, и она вот ложится прямо на двойную сплошную полосу. И машина передо мной в тот момент, пока она ложится, как бы начинает немножко ее так объезжать. И вот девушка уже лежит, машина заканчивает свой маневр, не останавливаясь, как будто, знаете, ничего не происходит. Я, что делаю я? Я приоткрываю немного окно, чтобы спросить у нее, все ли нормально, может быть, какая-то помощь нужна. Но все-таки я понимала, что она себя ведет не совсем адекватно. Мне показалось, что она смеется. Так и было, кстати, да, она смеялась. И поэтому я все-таки не стала окно до конца открывать, потому что побоялась, вдруг она как-то агрессивно себя поведет. Но в то же время я не могла просто проехать, поэтому приоткрыла окно, чтобы задать ей этот вопрос. И на всякий случай включила камеру, чтобы было видно, что она лежала до того, как я подъехала, что она лежала задолго до этого. И я только потихонечку, потихонечку, медленно-медленно подъезжаю. И уже выбегает в этот момент мужчина, как вы видели на видео. Просто берет ее подмышки, она продолжает как-то смеяться, и ее с проезжей части просто утаскивает. Все, я продолжаю движение. Я так и не поняла, что это было. Напишите, случалось ли у вас такое. Я в своем телеграм-канале опубликовала, рассказала вот эту историю. И мне стали писать, что то ли люди под чем-то, то ли люди инициируют такие ситуации, чтобы попасть в ДТП и так далее. Разная бывает ситуация. Мне даже сначала показалось, что как будто она поссорилась там с кем-то, с кем шла, и такая выбежала на проезжую часть. Типа, все, смотри, там, раз ты меня не любишь, я вот сейчас под машину брошусь. То есть какое-то такое вот ощущение было. Не знаю, не знаю, ребят. В общем, такая история. Но главное, ребят, чему меня эта история научила, что нужно просто вдвойне еще быть внимательным на... Медочек. На проезжей части. Ребят, время тренировки еле себя заставило пойти. Посмотрите, последние листики. Все. Ой, ребят, я сейчас голову помыла, маску для волос нанесла. Аромат просто волшебный. Я сейчас такая домашняя, уютная, поэтому сделаем с вами такую же уютную домашнюю рубрику. Сейчас покажу, что у меня за новинки для дома, а потом покажу новинки лично для меня. Итак, поворачиваться сильно в этом халате нельзя, потому что я несколько раз, уже третий раз переснимаю этот ролик, потому что я сильно поворачивалась. И здесь вот этот вот вырез, вот этот вот, он, короче, все открывал. Хорошо я вовремя заметила. Первое. Это набор полотенец от Togos. Ох, решил обновить полотенце. Очень красивое, кстати, оформление. Прям в коробках таких с бантами. Первая коробка. Так, не поворачиваемся, не поворачиваемся. Я не хочу переснимать это видео четвертый раз. Кстати, вы часто меня спрашиваете, Вика, что на тебе за вот этот вот халатик такой классный? Он двусторонний, мало того, вам скажу. Это агент-провокатор. Вот здесь вот на поясочке есть обозначение. Дальше вот такой набор тоже полотенец. Сейчас все с вами, на самом деле, посмотрим. Мы даже с вами сейчас посмотрим постельное белье, потому что я купила минималистичное постельное белье. Ребят, ну как купила? Я же блогер. И сейчас как раз моя помощница по дому здесь, и сейчас покажу, как будет смотреться постельное белье. На самом деле, я, честно говоря, много лет пользуюсь этим брендом, и раньше я его реально покупала сама. И, конечно, для меня было очень приятно, когда мне предложили посотрудничать с брендом. Я такая, ааа, да ладно, я за столько лет пользуюсь и так этим брендом. В общем, такие дела. Сейчас покажу новинки для меня. Ребят, вот. В итоге, смотрите, какое минималистичное постельное белье. Ну что, я, мои коленки и медочек делаем вам распаковку. Во-первых, я купила себе вот такую вот кепку. Это кепка от Hermes. Дело в том, что я, вы знаете, мою голову каждый день. И завтра я с утра проснусь, и мне нужно будет идти на спорт, а на голове уже будет полный ужас. Все будет сверху прилизано. Выглядит так, как будто я не мала голову неделю. И я, соответственно, всегда, когда иду в зал, надеваю кепку. И все. Это мой такой лайфхак. Поэтому кепок мне нужно как можно больше разных цветов. Поэтому у меня уже такая небольшая коллекция кепок образуется. Так, следующее, что я заказала. Это просто невероятно, ребят. Это такие, знаете, в стиле glam rock туфли от Saint Laurent. Они прекрасны. Без слов, ребят. Знаете, как будто ты стукнешь каблуком по полу, и все будет вокруг сотрясаться. Какая-то у них такая, знаете, энергия. Очень красивая. И еще купила себе базовые босоножки. Не удивляйтесь, на дворе осени я покупаю себе босоножки. Дело в том, что их можно отлично носить с капроновыми колготками. Этот тренд все продолжается. В общем, так они выглядят. Такой базовый цвет. И они настолько качественно выполнены, что здесь на ремешочке, в месте, где вот эти вот дырочки, использован замшевый, видите, материал. И вот такие вот мелочи говорят о прям таком высоком качестве изделия. Мне это очень нравится. Я всегда подмечаю. В общем, такие у меня небольшие покупки. Все. Рассказала вам, поделилась. Подписывайтесь. Я уже умею ходить на каблуках. О, такие зайчики прям. О, от этого очень хорошо ходить. Влада нашла новый способ ходить на каблуках. Во-первых, надевать уютные носочки. А во-вторых, не поднимать ноги при ходьбе. Сейчас еду на такой необычный фотосет. Это такая трендовая история. Как будто меня из-под тяжка, сдалека, совершенно неожиданно ловит фотограф и делает такие супер живые фотографии. Потом посмотрите у меня, я не знаю где, в Телеграме, в Шотс. В другой социальной сети, которую называть нельзя. Прямо Волан-де-Морт. Социальная сеть Волан-де-Морт. Едем. Не знаю, получится ли у нас. А потом уже на торжественное мероприятие. Позже вам скажу, какое. И вы тоже отправитесь со мной. Как вам вообще? Не кажется ли вам, что мне очень идет черный цвет? Ну все, ребят, мы пофоткались и по пути уже на мероприятие решила заехать в Приве, чтобы купить шампунь, бальзам-поласкиватель, витамины приорин и зубную щетку. Сейчас еще матирующие салфетки хочу спросить, есть ли или нет. Мне еще отрезали маковый рулетик. Сколько у нас времени сейчас? Это важно. Да, все, все окей. Все, я вышла из Приве. Сейчас покажу вам, что купила, потому что знаю, что вам интересны девчачьи рубрики. Попробовала рулетик с маком и боюсь, что мак мог застрять где-то между зубами. Значит, жвачка в первую очередь с корицей. Невероятно классная, она прям меня очень сильно бодрит, потому что она остренькая. Сейчас прям ее и возьму. Сразу всегда две дольки беру. Подождите, сейчас немножко острота спадет, потому что очень острая жвачка. Ох, все. Купила вот такие вот новые, попробуйте, шампуни-бальзам. Веганские они или веганские? Не знаю, этот бренд не пробовала, это новинка в Приве. Мне девочки посоветовали. Дальше я, конечно, взяла в Приорин, потому что его очень быстро раскупают. Это витамины для волос, а они очень хорошо работают. Поэтому это для запасиков. Пробнички тут какие-то. И я решила еще взять зубную щетку. У меня абсолютно такая же зубная щетка. Я ее взяла, чтобы обновить. Мне очень нравится. Видите, она достаточно большая. У нее большая площадь с щетиной. И поэтому, мне кажется, даже я экономлю время при чистке зубов. Я и так очень долго чищу зубы, а благодаря тому, что щетка все-таки побольше, может быть, немножко время сокращается в чистке зубов. Все, едем с вами на церемонию вручения. Что, где есть в Петербурге. Сейчас узнаем название лучших ресторанов, узнаем, где лучшие десерты, узнаем, где лучшие шеф-повара и так далее. В общем, едем. Едем в абсолютно новое пространство в Питере. Находится на обводном канале. Это, знаете, бывший Варшавский экспресс. Помню, туда раньше ходила на концерты. Cinema Bizarre, Sikstina & Ice. Но сейчас там все переделали. Сейчас там супер модное пространство, типа московского рынка, типа василостровского рынка. Ну, это как депо в Москве, но более стильно. Знаете, в стиле Хэротс в Лондоне. Такой ремонт сделали. В общем, посмотрим с вами, что там такое намудрили-навертели. Ну что, ребята, мне пришла одежда от Кати Смольниковой. Она запустила спортивный бренд. Она говорит, Вика, какой у тебя размер? Я говорю, S. Она говорит, нет, я знаю, что у тебя XS. Я говорю, да нет, у меня S. Она говорит, нет, у тебя XS. В общем, она высылала XS. Сейчас будем примерять. Все, будем с вами вместе распаковывать подарок от Кати. Посмотрим, что же там за супер актуальная спортивная форма. В какой одежде в ближайшее время вы увидите меня в зале. Ведь хожу я туда очень часто. Такой цвет красивый. С чего начать? Начнем с самого большого. О, ребята! Так это, знаете, что-то типа такого бомбера. Вау, очень круто. Катя, вообще мне очень нравится. Супер! Такой уютный и очень красивый цвет. Просто безумный цвет. Мне очень нравится. Так, это что-то такое уже тоненькое. Может быть, спортивный топ или лосиное. Сейчас мы с вами все узнаем. Так, о! О, о! Это комбез! Спортивный комбез. Ребят, я реально постоянно хожу на спорт. Да, у меня был перерыв. Ну, я много лет ходила на спорт, потом у меня был перерыв. И сейчас я снова возобновила занятия. Постоянно хожу. Но, на удивление, я занимаюсь всегда в одной и той же форме. То есть у меня там пять вариантов формы. Черная, фиолетовая, темно-зеленая, оранжевая и розовая. Все. Как бы это леггинсы и какие-то кофты, облегающиеся в основном с длинными рукавами. Все. У меня больше нет ничего. То есть я вот как вначале купила, так я в этом и хожу уже, получается, там лет пять. И вот у меня появился первый комбез благодаря Кате. Если бы Катя меня не высылала, я бы никогда не купила сама. Руки бы не дошли. Ну и к тому же это так смело. Правда, единственное, что размер XS, это вот, смотрите. О-оу, малышка. Ну, при мере. Может быть, он тянется сильно. Ну да, кстати, тянется сильно. Будем мерить. Но Катя сказала, что если все-таки XS тебе будет маловато, мы быстренько заменим на S. Это не проблема. А, кстати, есть такой момент очень странный. Я замечала его всегда. Всем я почему-то кажусь худее, чем есть на самом деле. Вот это очень странно. Все так смотрят, и меня думают, что у меня XS, а у меня там, знаете, серия M. Всегда так было. Все думают, что я вешу меньше, чем я вешу на самом деле. О, здесь еще веопаковки. Это у меня такая особенность, не знаю, строения организма. В общем, у меня какой-то визуальный обман. Это у нас что? Сейчас я прям сразу все буду мерить и вам показывать. Единственное, я сейчас поела, мы с Максимом после вот этого мероприятия заехали поужинать. О, какой красивый топ, вау. Очень красивый, минималистичный, но очень плотный. То есть тут несколько слоев ткани. Прям вау. И леггинсы. Тоже черные. И еще тут у нас что-то. Прям все сейчас буду мерить. О, слушайте, какой материал. Такая мягенькая. Футболка. Такая укороченная. Классная и очень мягкая. Я не знаю, может быть, даже вы увидите через видео, насколько она мягкая. Мне кажется, даже ее мягкость может передастся через камеру. Все, сейчас, прям сейчас все примеряем. Простите за разгром. Решила сразу все примерить. Кажется, что мне XS идеально. Это кажется. На самом деле, сейчас покажу вам. Ребят, ну если не вставать в красивую позу, то смотрите, XS все-таки впивается. Поэтому все-таки Катю попрошу все поменять на S. Как бы она не была убеждена, что у меня XS невероятно красивый костюм. Ну все, я уже в домашней одежде. Комбинезон вообще без шансов. В общем, у меня комбинезон даже скорее М-ка. В общем, поэтому я сейчас соберу вещи и мне поменять все на S. Так что, девочки, имейте в виду, кто такого же целого сложения, как я, у вас S-ку Катя. В общем, ребят, все собрала Катя. Все мне поменяет с XS на S. Только хотела вам рассказать о том, как я похудела, как я себя в такую форму привела. И тут, понимаете, мне ничего не налезло. Ну, вернее, налезла, но как бы все впивалось. И я такая, что-то рано, походу, мне рассказывать о своих результатах. Хотя недавно кто-то из моих зрителей написал мне, что посмотрел видео с обзором моей квартиры. И сказал, Вика, ты там намного больше, чем сейчас в размерах. А мы тогда все думали, что ты худенькая. Надо сейчас вам скриншот ставить, чтобы вы поняли, как я на самом деле похудела. Ну да, не до XS-ки, но до S-ки. По-моему, кое-кто тайно хочет забраться в чемодан и незаметно поехать с нами. Субтитры сделал DimaTorzok